Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем читать книгу «Премудрости Соломона» на библейском портале экзегет.ру. И сегодня мы читаем 15 главу. «Но Ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и управляешь всем милостивым. Если мы и согрешаем, мы Твои, признающие власть Твою, но мы не будем грешить, зная, что мы признаны Твоими. Знать Тебя есть полная праведность, и признавать власть Твою – корень бессмертия». Соломон в 14 главе, говоривший, ну и в конце 13, и в 14 говоривший о идолопоклонстве, о пагубности идолопоклонства, о причинах идолопоклонства, в 15 переходит к описанию подлинного богопочитания. Он говорит от лица израильского народа, говорит от лица народа бога избранного, и он говорит «но Ты, Бог наш», обращается к Богу, да, «благ и истинен». То есть в отличие от богов, которые провоцируют, ну и богов, и ложных идолов, вот этих всех, которые бесы, да, эти боги и идолы, которые их олицетворяют, значит, они злые и ложные, а вот Бог, в отличие от них, напротив, благ и истинен, долго терпелив и управляешь всем милостивым. То есть, с одной стороны, Соломон говорит о идолопоклонниках и говорит «вот там на вас придут всякие кары» и грозит им судом, в то же время, говоря о боге истинном, он не вспоминает вот тех самых своих угроз, говорит «но ты долго терпелив и управляешь всем милостивым». Почему он так говорит? Потому что он понимает, что и среди израильтян, и мы знаем это из просто священных текстов, из священного писания, были люди, которые и впадали в идолопоклонство, и совершали разные грехи, но для Соломона важно, что Бог их, да, в их отношениях с Богом, он проявляет себя как долго терпеливый и управляющий всем милостивым. И Соломон дальше пишет об этом очень интересно, он говорит «если мы и согрешаем, а нет людей, которые не согрешают». Но в чем же разница между согрешающим идолопоклонником и согрешающим иудеем? «Если мы и согрешаем, мы твои, признающие власть твою». Кажется, ну и что? Но дело в том, что это очень важно, потому что вот Соломон говорит «начало всего греха идолопоклонства, измена Богу и конец всего греха тоже идолопоклонства». И если нет идолопоклонства, вот есть, сохраняется верность Богу, сохраняется вектор, направленный к Нему, да, в сердце человека, да, он все равно согрешает, но главного греха он не совершает, не отворачивается от Творца. Интересно, у святителя Николая Японского в дневниках есть такая фраза «Грехи грехами, но не ими и не для них я жил, а была у меня идея жизни, служения вере и Господу». То есть получается, что, конечно же, человек не может жить без грехов. В любом случае у любого человека есть грехи. Вот святитель Николай говорит «И у него были грехи», «Говорит, но не ими я жил и не для них». И вот здесь то же самое. «Если мы и согрешаем, мы твои, признающие власть твою». То есть здесь получается, что есть разница согрешать незначительно, будучи направленным к Богу, стремясь все равно к Нему, да, надеясь на преображение жизни, на ее улучшение. Падение происходит, но все равно остается это стремление. И есть отказ от стремления к Богу и долопоклонства, когда человек просто уходит в сторону, не желает верить, не желает жить по заповедям. Это разные вещи. Далее, правда, он выражает надежду, он говорит «Но мы не будем грешить, зная, что мы признаны твоими». Конечно, вот эта память о Боге, о том, что ты принадлежишь Творцу, она предполагает, что ты жизнь свою постепенно меняешь, что она становится лучше. «Знать тебя есть полная праведность». Как Христос потом в Евангелии от Иоанна говорит, «Сия есть жизнь вечная, да знаю тебя истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Вот что значит полная праведность? Люди иногда думают, что праведность — это полное отсутствие всех грехов, недочетов, иначе человек сразу становится грешником. Но праведность в данном случае — это правильное состояние, правильное устройство, праведное и истинное. То есть человек становится таким, каким он должен быть. И полная праведность — знание Бога, но знание в ветхозаветном, в еврейском смысле, знание не интеллектуальное, как мы знаем таблицу умножения, законы физики или даты по истории. Знание как общение, знание как встреча, знание как обладание. «И признавать власть твою — корень бессмертия». Вот корень бессмертия, то есть вечная жизнь, да? Вечная жизнь, когда ты ходишь перед Богом, когда ты понимаешь, что Он творец, признавать власть твою. «Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, не бесплодный труд художника, изображение, испещренное различными красками, взгляд на которые возбуждает в безумных похотения и вожделения к бездушному виду мертвого образа». То есть здесь Он говорит, что мы, в отличие от язычников, не увлекаемся вот этими идолами. «И делающие, и походствующие, и чествующие суть любители зла, достойные таких надежд». То есть люди, которые почитают идолов, и делающие, и желающие, чтобы делать, и те, которые потом чествуют их, Он называет их любителями зла. Вот странно, иногда кажется, что любить зло невозможно, потому что, ну как, человек уже надо любить то, что ему приятно, нечто созидательное, такое положительное, да? У нас сегодня люди очень оптимистично по отношению к человечеству настроены. Но Соломон говорит, любители зла, потому что зло — это не вот злость такая эмоциональная, это не даже, может быть, ненависть к кому-то. Зло, с точки зрения богословской, это отказ от Бога, это противодействие ему. И это далеко не всегда связано с какой-то эмоцией злой такой, да? Человек может быть настроен очень по-доброму, например, да? И, скажем, проводить какие-то махинации. Но при этом эмоционально чувствовать себя прекрасно. Человек может, не знаю, собираться на аборт, да? И тоже не переживать, считая, что здесь нет ничего такого. Поэтому к любителям зла здесь речь не идет о том, что это какие-то нравственные монстры, которые вот все время злятся и любят злых, зло, в том смысле, в котором мы сегодня слово зло употребляем. Нет, это просто люди, которые любят противоположное Богу, противоположное его заповеди. А такие люди бывают. Есть люди, которые любят воровство, есть люди, которые любят обман, клевету, сплетни какие-нибудь. Да, это все любители зла, которые в итоге оказываются достойны собственных надежд, собственных действий. Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу. Из одной и той же глины выделывает сосуды, потребные для чистых дел и для нечистых. Все одинаково. Но какое каждого из них употребление? Судья тот же горшечник. И суетный труженик из той же глины лепит суетного Бога, тогда как сам недавно родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Но у него забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его краткая. Но он соревнует художникам золотых и серебряных изделий и подражает медникам, и вменяет себе в славу, что делает мерзости. Вот здесь все очевидно. Говорит о людях, которые... С одной стороны, есть Бог, который управляет жизнью, и каждого человека поставляет на его место. И почему он так делает? Ну, потому что как горшечник. Один горшок делает для одних нужд, другой для других. Чистых и нечистых, как говорит Соломон. И он судья, он решает, как и что использовать. Бог тоже поставляет нас в какие-то определенные обстоятельства по своему решению. Но это, правда, не значит, что мы оказываемся чистыми или нечистыми по его воле. Потому что, да, человек может работать на каких-то работах вполне презренных и, может быть, непочитаемых, а может быть царем, там, не знаю, каким-то великим политиком, священником, кем угодно. Это не значит, что человек, который совершает какую-то грязную работу, он не может стать святым. Или что человек почитаемый, внешне благолепный, да, что он обязательно станет святым. Нет, здесь речь идет именно об обстоятельствах жизни, в которые мы помещаемся. А чистыми мы становимся или нечистыми, зависит от нас. И вот суетный труженик, он из глины лепит своего бога, совершает это нечестие, ревнует о славе всяких золотых дел мастеров, серебряных, но так или иначе совершает мерзости. Соломон вот как пишет о нем. «Сердце его пепел, надежда его ничтожные земли, и жизнь его презрение грязи. Ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу, вдохнувшего в него дух жизни». Такой человек, да, то есть он делает богов, вот этих ложных идолов сотворяет, но в итоге надежда его ничтожные земли и жизнь презрение грязи. То есть к чему он придет? Какие плоды его жизни будут? Вот эти плоды будут плачевными. Почему же это так? Да потому что он забывает Бога, который его сотворил, который дал ему душу, вдохнул в него дух жизни. «Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльную торговлю, ибо говорят, что должное же откуда-либо извлекать прибыль хотя бы и из зла». Вот страшное состояние таких людей, потому что они отказываются видеть в жизни, и сегодня мы таких людей немало видим, видеть в жизни нечто серьезное, видеть в жизни дар Божий, видеть в жизни задачу, которую Бог перед нами ставит. Они не верят в Бога, не верят в бессмертие, верят в свою безнаказанность, и они называют жизнь забавой, а жизнь, а житие, как он говорит, прибыльной торговлей. Это такой лозунг «бери от жизни все, что только можешь», и даже говорят, «должно откуда-либо извлекать прибыль хотя бы и из зла». То есть нет никаких законов, ты можешь совершать зло, если хочешь, если ты вот эту самую прибыль жизненную хочешь получить, говорят эти самые язычники, эти самые идолопоклонники. Впрочем, Соломон продолжает, «такой более всех знает, что он согрешает, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния». Почему такой человек знает? Да потому что, конечно, совесть его, она до конца, может быть, не умирает, да, и он бы обличаем ею. Бывают такие состояния, когда человек еще борется с совестью, и она еще что-то ему подсказывает. Бывает так, что совесть совсем молчит, но это уже ситуация очень тяжелая. «Самые же неразумные из всех и беднее умом самых младенцев враги народа твоего, угнетающие его, потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления, ни глаз для зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов рук для осязания, и которых ноги негодны для хождения». Ну, здесь все понятно. Идолы есть идолы. «Хотя человек сделал их, и заимствовавший дух образовал их». Что значит «заимствовавший дух»? То есть Бог дал человеку дух жизни, и Соломон поэтически называет человека «заимствовавшим дух», то есть дух, который тот, кто не самобытен, тот, кто получил дух взаймы. «И заимствовавший дух образовал их, но никакой человек не может образовать Бога, как он сам». Ты можешь делать самые красивые изваяния, ты можешь стараться как угодно, любой материал для этого взять, Бога ты не сделаешь. «Будучи смертным, он делает нечестивыми руками мертвые, поэтому он превосходнее божеств своих, ибо он жил, а те никогда». Потрясающе очевидная такая фраза, да, что смертный человек оказывается превосходнее собственных божеств, которых он изображает. Почему? Потому что он хотя бы живой, а они вообще мертвые. «Притом они почитают животных», это враги народа, о которых говорит Соломон, «притом они почитают животных самых отвратительных, которые по бессмыслию сравнительнее и хуже других. Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божьего и благословения его». То есть он говорит о самых неразумных животных, которых, особенно эти культы животные были распространены в Египте. Египтяне почитали действительно самых разных животных и не самых благовидных, и Соломон даже удивляется. Он говорит, как они таких даже некрасивых животных выбирают в себе в богов, как это вообще, как это их не отвращает, потому что они даже не самые умные. Мы знаем, что есть животные умные, да, есть животные совсем примитивные, рептилии какие-нибудь, например, да, и египтяне их даже почитали. И для Соломона это было удивительно. Дай Бог и нам, братья и сестры, чтобы мы оставались верны Богу и не поддавались искушениям, вот так, как неразумные язычники сделать свою жизнь, подчинить свою жизнь неразумным силам, неразумным вещам, которые окружают нас в мире. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова